Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Свершилось долгожданное событие. Олимпийский огонь, наконец, пронесли по улицам Хабаровска. И тем самым, можно сказать, что зимняя Олимпиада стала еще ближе. Известно ли уже, кто из хабаровских спортсменов будет представлять регион на Олимпиаде? Ну, прежде всего, это, конечно, будет решение спортивных федераций по видам спорта и тренерских советов. Но я думаю, наибольший шанс это у Ивана Скобрева, потому что он об этом довольно уверенно заявляет, что он нацелен именно на медали на этой. Ну, а там дальше посмотрим, как будет складываться у Лужника, например, Панжинского. Позвольны неплохие шансы попасть. Но это вот наш основной такой круг. Но я не знаю, какие шансы сейчас у Юлии немой, потому что она сейчас в Хабаровске не проживает, она в Петербурге готовится. В каком состоянии мы сейчас не знаем ее. Там тоже конкобежный спорт, вот это наши основные такие. Ну, а также вот наш воспитанник в хоккей-шайбе Сергей Подников, который сейчас играет в «Локомотив» Ярославский. Но он тоже является членом сборной страны, и все зависит от него, но и от тренеров. А, конечно, потенциал у него очень высокий. И у нас давно хоккеистов не было на Олимпиаде. А если вспомнить историю, как часто наши спортсмены принимали участие в Олимпиаде? Так говорит, то у нас еще с 54-го года, это и Трегубов был первый, потом был и, вы знаете, Геннадий Цыганков, дважды олимпийским чемпионом становился в 70-е годы. Последний, самый яркий, это Александр Могильный. Это 88-й год был, в прошлое столетие. Он там решающую шайбу даже канадцам забил. Поэтому у нас хоккеисты, выжники у нас всегда были представлены, и Савельев наш был, выжник. Ну и, что тут говорить, Анча Павлова вообще показала уникальные результаты. Она трехкратная олимпийская чемпионка. То есть не на одной Олимпиаде, три, а на 98-й, 2002-й, 2006-й. И везде были золотые медали у ней, не говоря уже о медалях другого достоинства. Одним словом, нам было и есть чем гордиться. И в последнее время мы очень часто слышим о высоких достижениях наших земляков на различного рода соревнованиях. Какие были самыми яркими, можно сказать? Ну, самые яркие, я считаю, это то, что у нас боксер Андрей Замковой, тоже чисто наш воспитанник. Хоть он сейчас, и мы его делим с Московской областью. Ну, конечно, он и последит универсиада, золото-бронзовая медаль на чемпионате. То есть на Олимпийских играх в Лондоне это очень дорогого стоит. И, в принципе, он проиграл спортсмену из Казахстана, с которым они по очереди выигрывают, проигрывают. И друг другу, то есть равные. Ну, так было решение судейской коллегии тогда, так что отдали спортсмену из Казахстана. Но вот это самое яркое, конечно, Олимпийская медаль, она выше всего, выше чемпионатов мира и Европы. Вы думаете, мы эти фамилии еще можем услышать где-то когда-то? Ну, я думаю, да. Но плюс у нас и в борьбе, например, есть в Комсомольске на море Константин Ефимов. Это Григорий Римская борьба, он был победителем молодежного первенства Европы, был бронзовым призером среди взрослых. Просто в борьбе такая конкуренция, столько много взрослых спортсменов сильных. Поэтому ему тяжело давался переход из молодежи во взрослую, но он тоже, это очень хороший борец. Именно высококлассный борец. А если говорить о восходящих звездах спорта, наверняка они тоже есть. И о них тоже мы можем услышать. Ну, я как-то не люблю раньше времени кого-то перехваливать, потому что часто это плохую шутку играет, особенно с молодыми спортсменами. Поэтому я бы не стал бы фамилии называть. Они есть и будут. Хорошо, а в каких видах спорта тогда? Ну, если говорить о летних видах спорта, я думаю, что прежде всего мы сильны в легкой атлетике. То есть, Екатерина Конева у нас, то есть, и на университете золота завоевала, и на Европе, и на мире была второй. То есть, есть еще там ряд очень сильных спортсменов, потому что очень сильный тренерский состав, очень сильная школа в легкой атлетике именно подготовки спортсменов. Но особенно вот в конкретных дистанциях, если, например, там у нас Чувашия славится, и Мордовия своими ходоками, то у нас это, конечно, это прыжки. И в длину тройной прыжок, вот это наш, Кадюка, и я считаю, что на него надо вкладывать и поддерживать именно этих тренеров в легкой атлетике, что школа очень хорошая в легкой атлетике. Ну, все же, как Вы думаете, что нужно еще для того, чтобы для восточников среди чемпионов было еще больше? Ну, постоянно развивать материально-техническую базу. Прежде всего, это стадионы, площадки, то есть, современные, они должны уже отвечать современным уровням. Ну, Вы знаете, что у нас там стадион юность сейчас основной, где готовятся наши легкой атлеты, ну, а предстоит большая реконструкция стадиона Миленина и самого футбольного манежа, и, конечно, нуждается в реконструкции легкой атлетический манеж. Да и в других городах, в Комсомольске надо тоже строить, и там хорошие результаты есть спортсменов у нас. Прежде всего, это материально-техническая база и работа тренеров. Ну, а на какой вид спорта нам лучше всего сделать упор сейчас? Ну, я вот говорю, что летний, легкая атлетика, например, зимние виды спорта, это, наверное, хоккей, то, что мы и развиваем его. У нас центр хоккея, развитие хоккея Амурцева есть, и, в принципе, как бы там ни критиковали его, но продукцию они дают. Играют и в команде, и в Амуре играют наши воспитанники, а самое главное, что они играют в командах высшей лиги, первых лиг, в других городах. Самое главное, что они состоялись, они играют. Ну, а еще плюс то, что самое главное, что молодежь была занята все это время, то есть они занимались любыми видами спорта, тренеры работали с ними. Прежде всего, они вырастают самодостаточными, дисциплинированными людьми, умеющие ставить себе цели и достигать их. Это, прежде всего, самое главное, что спорт дает. Андрей Ильич, вот Вы, как человек с большим жизненным, профессиональным опытом, как Вы думаете, вот молодые люди, которые сегодня приходят в спорт, они отличаются от тех, кто занимался спортом 10-15 лет назад? Ну, дети есть дети, но когда уже более они становятся взрослеют, я могу сказать, что они более нацелены на результаты, более прагматичны. Сегодня? Более прагматичны, более требовательны к условиям занятий. С чем это может быть связано? Ну, как, вся жизнь у нас более требовательная, жизнь-то у нас улучшается. То есть оно, как бы там ни было, как бы мы ни говорили, но жизнь-то идет вперед, и она во всех же сферах идет улучшение жизни, и должно быть соответствующее сопровождение в спорте, это и компьютерные технологии, и медицинское обеспечение, и даже сами залы. Когда появляется комфортабельный зал или дворец спорта, то увеличивается, именно туда идут люди. Вот сейчас, например, в плавании много делается, построен у нас большой бассейн в южном округе. То есть люди идут в хорошие условия заниматься. Сейчас на хоккей с мячом, например, я считаю, что тоже пойдут дети, и родители поведут их туда. Это уже будет не на морозе, не на холоде, а в более комфортных условиях, хотя тут двояко. Ну, вот что касается родителей, то какой совет вы дали бы тем, кто хотел бы, чтобы ребенок связал свою жизнь с профессиональным спортом? Когда лучше ребенка давать в спорт? Ну, это же от видов спорта зависит. Если там гимнастику, в плавании мы отдаем в 6-7 лет, то в бокс мы только можем с 10-12 лет отдавать. Есть же ограничения еще медицинские, психологические и прочее. А самое главное, здесь не надо насиловать. Ребенок должен сам полюбить что-то. Ведь сколько мы имеем спортсменов хороших, которые перепробовали несколько видов спорта, а потом остановились на каком-то конкретном, и не туда, куда их родители приводили. Самое главное, чтобы самому ребенку, чтобы ему понравилось, именно это. Не надо обязательно делать из него хоккеиста. И надо всегда помнить, что все в НХЛ и в КХЛ не попадут. Как вы думаете, вот верно утверждение, что если человек всю свою жизнь положил на профессиональный спорт, это значит, что он пожертвовал своим здоровьем? Ну, это да. Если большой спорт, то конечно, очень много. Но нет, тут уже выбор человека. Выбор человека, он сознательно идет. Это его выбор. Конечно, от занятий спортом высших достижений здоровья не прибавится. Вы, например, можете понять, будущий чемпион перед вами или все-таки нет? Я такого не могу сказать. У нас есть много примеров, когда именно своим трудом людей уже, и их практически говорили, заканчиваясь видом. Взять нашего вратаря Алексея Мурыгина. Он же много лет никуда не попадал. Практически он уже заканчивал, и пошел он учиться уже даже в институт МВД, то есть в школу милиции, как мы ее называем. Но вот эта любовь его привела к тому, что он стал высококлассным. Ему был дан шанс, и он себя проявил, и теперь он еще один из лучших вратарей КМХЛ, а практически-то парень уже говорили, заканчивая ему. Вот вам, пожалуйста, пример. Хотя, может быть, и в детстве он звезд с неба не хватал. А его фанатизм, его преданность, его любовь к хоккею, к спорту, она победила. Продолжение следует...